Добрый день, приветствую всех на шоу, инвестиционном шоу «На встречу импакт инвестициям». Ключевая тема нашего шоу – показать, что импакт инвестиций в России, а, существуют, или начинают существовать, начинают образовываться, и то, что в них можно инвестировать. Мы целый год провели большую программу по акселерации разных социальных проектов, которые сегодня вам покажем, расскажем про них, они сами про себя расскажут, и мы сделаем вывод, стоит инвестировать, какие у нас возникнут вопросы к этим импакт инвестициям. Я попрошу своего партнера и вдохновителя программы Любовь Шерешева, она расскажет сейчас про программу, про то, что мы делали, почему мы это делали. Прошу вас, Любовь. Спасибо большое, Илья. Коллеги, рада вас приветствовать в студии. Большое спасибо, что согласились к нам присоединиться. Наша программа на самом деле такое чудо некое предновогоднее, и она осуществилась в этом году, мы ее реализовывали 9 месяцев в партнерстве с фондом «Навстречу переменам» и «Импакт хабом». Идея этой программы заключается в следующем. Мы посмотрели и понаблюдали, что социальные предприниматели в нашей стране очень часто инвестиционным сообществом воспринимаются скорее как благотворительные проекты, нежели предприниматели. С другой стороны, имея большой опыт работы и общения с инвесторами, я наблюдала, что тем не менее тема инвестиций в бизнес, который помимо того, что зарабатывает деньги, но еще и способен решать социально значимую проблему, есть. Но при этом инвесторы не понимают этот бизнес и не готовы его самостоятельно осваивать. И тогда мы решились на эксперимент. Мы попробовали сделать следующее. Научить предпринимателей социальных показывать свою предпринимательскую историю инвесторам. И сегодня в студии хотим попробовать инвесторов посмотреть на социальных предпринимателей именно как на предпринимателей, не забывая при этом, что они еще и помогают решать действительно социально значимую проблему. Вот, собственно, так. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, очень правильные слова, потому что действительно это нормальные бизнесы, у которых помимо нулей еще есть новые социальные смыслы. Коллеги, я хочу также представить наших инвесторов в студии. Начну с Дам. Мария Аксенова, бизнес-ангел, президент Ассоциации экспортеров образования. Образование мы экспортируем, можно тоже, заметьте. Александр Горный, венчурный инвестор, основатель в United Investors. Сергей Дашков, бизнес-ангел или архангел, уже у нас новое появилось недавно такое выражение, да. Спасибо. Сооснователь клуба венчурных инвесторов, Angel Desk, Angel's Desk. Angel's Deck. Deck. Окей. Палуба ангелов. Владислав Глинберг, венчурный инвестор, SEO-программа Start Invest и модератор на нашей программе. На нашей программе, чем она отличается от других, у нас все модераторы были из бизнеса с большим опытом. Менторы. Менторы, да, менторы. Менторы были из бизнеса с большим опытом, то есть не проговорить, а про дело. Дальше я хочу представить, конечно, самого главного нашего человека, Любовь Шерфа, еще раз, потому что, мне кажется, Любовь, без вас бы вообще программа не состоялась. Спасибо вам большое отдельное за это. Спасибо. Коллеги, у нас, как вы заметили, пятеро инвесторов в панели и еще четыре человека, четыре инвестора в онлайне. Я также хочу их представить. Юрий Выцеховский, председатель благотворительного фонда «Усадьба Хмельевская», член СДД-директоров финансовой компании «Тринфика». Сергей Ореханов, директор Ассоциации участников инновационного и венчурного финансирования. Юлия Жигулина, исполнительный директор фонда «Наше будущее». И Даниил Козлов, партнер и директор по развитию бизнеса Global Venture Alliance, или GVA фонд. Мы также знаем, что у нас, помимо инвесторов в студии и онлайн, присутствует большое количество зрителей, среди которых есть как инвесторы, также есть представители КСО фондов крупных наших телегигантов, Теле2, МТС, Белайн, и фонд Фридриха Эберта, коллеги из Дилойта, из Росбанка и ряд других неравнодушных к нашей теме людей. Что мы сегодня делаем? Сейчас мы с вами посмотрим 8 проектов, которые мы отобрали для вас. Программа была в течение 9 месяцев, поэтому сейчас мы посмотрим эти презентации. Презентация каждая длится 5 минут. 4 минуты потом мы можем позадавать вопросы нашим социальным предпринимателям и будем двигаться, пока не посмотрим все 8 презентаций. После этого уже будут небольшие дискуссии и голосование. Амин. Ты нас слышишь? Да, здравствуй, нас слышу и надеюсь, что я могу. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Я Магомед Аминадилов, главный исполнитель директора и сооснователь компании MD-Inc. С проектом Cerebrum MD, реабилитация после инсульта на дому, с использованием технологии машинного обучения, компьютерного зрения и дополненной реальности. Итак, при инсульте происходит разрыв или закупорка сосудов головного мозга и клетки начинают умирать. Ежегодно в мире регистрируется свыше 19 миллионов случаев инсульта и свыше 2 миллионов человек умирают от данного заболевания. Однако, просто выжить недостаточно, требуется длительная реабилитация. Один врач может помочь 120 пациентам в год. Таким образом, для реабилитации всех пациентов требуется порядка 160 тысяч специалистов, которых на рынке нет. В связи с чем 70% пациентов не восстанавливают утраченные функции. Cerebrum MD – это программный комплекс, который позволяет автоматизировать процесс реабилитации и проводить его на дому в удобное пациенту время. Пациент с помощью веб-камеры или телефона самостоятельно делает нужные упражнения, а все данные сразу поступают на компьютер его лечащего врача. В свою очередь, искусственный интеллект подстраивает комплекс упражнений под возможности и нужды конкретно данного пациента, делая полностью персонализированную терапию. Через мобильное приложение пациент в игровой форме выполняет упражнения LFK. И в это же время камера смартфона, помещенного в шлем дополненной реальности, собирает информацию о времени и точности выполняемых им упражнений, в зависимости от которых изменяется их сложность. Полученные данные обрабатываются в программе и отображаются в интерфейсе врача на его персональном компьютере. Мы не создавали новые методики лечения, а автоматизировали существующие сегодня медицинские практики, что позволило включить в реабилитационный процесс в три раза больше пациентов и сократить затрачиваемое ими время установления на 20%. Мы представляем не идею, а готовый и запатентованный продукт, который был протестирован на 450 пациентов. Сейчас мы проходим сертификацию в Росздравнадзоре, планируем получить регистрационное удостоверение во втором квартале 2021 года. Но главное, мы начали процесс сертификации в Европе и также планируем его завершить к середине 2021 года. Нами подписаны первые соглашения с крупнейшей международной группой Орпия, занимающейся реабилитацией и сестринским уходом. Мы начинаем апробацию нашей технологии на первых 300 клиентах сети, чтобы после получения европейского сертификата начать работать со всей сетью. Кстати, Орпия уже сейчас на этапе апробации платит нам за каждого пациента. В России мы заключили соглашение о намерениях с 12 частными медицинскими организациями и уже сейчас работаем с четырьмя клиниками в рамках апробации. К сожалению, выйти на рынок государственных медицинских услуг в России нам пока что не удалось. Однако мы расширяем свое научное сотрудничество с российскими и зарубежными институтами, такими как НИМИ, Склифосовского, МОНИКИ, имени Владимировского, Скалтех и голландской компании CLB. Мировой рынок реабилитации составляет 6 миллиардов долларов. Мы в данный момент нацелены на рынок Европы и США, особенно на 70% пациентов, которые не проходят реабилитацию из-за нехватки врачей или высокой стоимости обычных процедур. Таких потенциальных клиентов насчитывается 2 миллиона человек, а рынок составляет 600 миллионов долларов. Мы видим первую реакцию Европы на наш продукт и поэтому считаем, что сможем захватить 10% рынка, то есть 60 миллионов долларов. Конечно, есть множество ограничений выхода на этот рынок. Первое. Это высококонкурентный рынок. Однако, несмотря на это, 2 миллиона пациентов наши конкуренты упускают по различным причинам. В любом случае, выход на этот рынок возможен только в партнерстве. Первый наш партнер – это группа компаний Orpia. Второе. Государство строго регулирует этот рынок. Мы, конечно, следуем всем правилам. Запатентовали наш продукт и ведем процесс сертификации в тех странах, в которых начинаем работу. Третье. Молодую российскую компанию просто не пустят на медицинский рынок. Поэтому в данный момент мы регистрируем юридическое лицо на территории Евросоюза. Эти планы можно осуществить только сильной командой с международным опытом. Нашим техническим консультантом выступает Анастасия Янина, CV-инженер из Samsung AI. Медицинскими консультантами выступает врач-невролог из неимени Скрипасовского Лариса Идилова, а также доктор Стэнфордской медицинской школы Кэндл М. Кэннон, который также помогает нам в подготовке рынков Европы и США. В реабилитации неосложненных случаев мы конкурируем с традиционной физиотерапией и системами захвата движений. Главное наше отличие – это автоматический контроль терапии, что позволяет обслуживать больше пациентов, не увеличивая количество врачей. У нас готов план выхода на европейский рынок. В начале 2021 года мы регистрируем компанию в Евросоюзе и начинаем вместе с ОРПИА тестирование. В середине 2021 года должны получить европейский и российский сертификаты и по результату года получить первую чистую прибыль в Европе. Далее мы продолжаем расширять сотрудничество с компанией ОРПИА и начинаем поиск новых партнеров. В 2026 году мы планируем чистую прибыль в 6 миллионов долларов. Свою глобальную экспансию мы начинаем с рынков Европы и США. На это нам потребуется полмиллиона долларов на завершение сертификации в Европе, зарплату европейским врачам на время тестирования продукта и на работу европейского офиса. МДИНК. Создавая реальность, мы делаем мир лучше. Спасибо. Ваши вопросы. Спасибо, Амин, большое. Мне кажется, вижу цель, не вижу препятствий. Мне кажется, скоро весь мир будет наш. Можно? Я задам вопрос. Скажите, вы понимаете сертификацию, время, основные этапы и затраты? Европа и России. Я бы разделил. Да, разумеется. Мы понимаем, сколько нам потребуется на это времени. Мы понимаем, сколько нам потребуется на это денег. Особенно мы это хорошо понимаем в России, потому что с начала этого года мы уже работаем с Росздравнадзором. И мы работаем с юридической компанией Клиф, которая нам помогает в этом вопросе. Если же говорить о этапах европейской сертификации, то в данный момент мы работаем с Филисским государственным медицинским университетом, что позволяет нам как раз в середине 2021 года получить медицинский сертификат, так как апробация уже запущена. Если говорить о сроках, которые предлагаются регулирующими органами, то в России для нашего класса опасности это до одного года, в Европе от девяти месяцев до одного года. А скажите, вот звучит, что у вас такой достаточно нишевый профессиональный продукт, и в принципе вам был бы полезен такой, столь же профессиональный инвестор, который разбирается в этих продуктах и знает, как их продвигать. Пробовали ли вы общаться с такими профессиональными инвесторами, клиниками, страховыми компаниями, медицинскими компаниями? И если да, какая была обратная связь, и что не получилось в привлечении инвестиций от них? Привлекать инвестиции в наш проект мы начали только в середине этого года. До этого момента мы жили на собственные средства и средства от реализации продуктов. Потому что Cerebro MD – это не один продукт нашей компании. У нас в кейсе пять продуктов, все направленные на реабилитацию. Один из наших продуктов, Cerebro MD, является одним из лучших стартап-проектов России по версии Hi-Tech Mail.ru. Мы работаем с ведущими российскими медицинскими организациями и с одними из лучших глобальными организациями, занимающимися реабилитацией. Если говорить о обратной связи от профильного сообщества, то мы уже сейчас могли заключить договоры о намерениях с крупнейшими игроками данного рынка. Потому что они видят, как работает эта технология, они видят, что эта технология позволяет сделать. Единственное, что их останавливает, это отсутствие сертификата. Но они готовы его ждать и дальше с нами работать. Мы так поняли, продажи есть уже проекта, да? Да, Александр, у вас были вопросы в прошлый раз, может быть? Вы ответили, у меня другой вопрос. Вот Сергей с обсуждения говорил, что видел 5-6, по-моему, таких проектов, и ни один из них не взлетел, все они умерли. И все они примерно одинаковые, примерно как вы. Как вы думаете, почему они все умерли, а ваш взлетит? Я могу объяснить, на самом деле. Мы не базируемся на дополненной виртуальной реальности. Дополненная виртуальная реальность – это такая упаковка нашего продукта. Самым главным, на главной технологии является алгоритм машинного обучения и модель компьютерного зрения, которую мы разработали. Наш проект взлетит, потому что мы потратили 4 года на сбор данных, на разметку этих данных и обучение наших моделей. В России мы знаем несколько компаний, которые пытались сделать это же. Но из-за того, что у них не хватило ресурсов или не хватило технических кадров, они не смогли достичь тех результатов, которые достигли мы. У нас модель компьютерного зрения не видит слепых зон, то есть у нас нет такой проблемы. Мы можем работать на различных цветовых фонах, при различном освещении. Пациенту не нужно приобретать дополнительное дорогостоящее оборудование. Ему достаточно обычной веб-камеры, либо его смартфона на операционной системе Android. Мы максимально адаптировали продукт под тех людей, которые будут им в конечном итоге пользоваться. То есть для пенсионеров, для взрослых людей. И мы его максимально удешевили. Хорошо, спасибо большое. Можно один вопрос? Очень коротко, если только. А у вас в вашей группе компаний есть какой-то источник выручки? То есть есть какие-то продукты, уже выведенные на рынке, которые генерят какую-то выручку? У нас есть, да, продукт Phantom MD, который в большей степени мы также позиционим как социальный продукт, но он генерирует нам определенную выручку. И, как я уже говорил, Cerebrum MD позволяет нам зарабатывать в рамках апробации. То есть мы не проводим с клиниками апробацию бесплатно. По сути, мы уже работаем с частными центрами России. Просто в договоре прописываем это как медицинская апробация, чтобы не было юридических... Спасибо, Амин, большое. Да, сейчас будет следующая презентация. Ее представит Марина Бородина. Это Федоровский пансион. История простая. Это фактически дома для пожилых людей. Работающий бизнес. Сейчас Мария сама расскажет. Мария, прошу вам слово. Здравствуйте. Меня зовут Мария, и я основатель пансионата Федоровский пансион. Для достойной жизни бабушек и дедушек по разумной цене. Почему я решила открыть свой пансионат для пожилых людей? В 2014 году меня пригласили работать в сеть пансионатов. И мне очень не понравилось то, что я там увидела. Это был нестабильный бизнес, не приспособленный в помещениях. Измученный персонал и не самые счастливые старики. Но я решила, что все смогу сделать по-другому. И так родилась идея Федоровского пансиона. Но сначала посмотрим, как выстроен этот рынок в России. Есть государственные дома престарелых с их огромной очередью и сомнительным качеством. И частные учреждения разного уровня. Я бы их распределила так. Эконом-класс 25-40 тысяч рублей в месяц. Комфорт-класс 40-60 тысяч. Комфорт-плюс 60-100 тысяч. И класс-люкс от 100 тысяч рублей. Теперь о моем пансионате. При разработке концепции мы решили действовать по принципу ИКИ. Делать продукт наилучшего качества при заданной цене. Мы решили, что будем работать в ценовом классе комфорт, но с базовыми элементами качества класса комфорт-плюс. Мы разработали модель на цену около 40 тысяч рублей для того, чтобы не было проблем с притоком новых клиентов. Мы решили, что будем строить свое здание в соответствии со всеми нормами, чтобы бизнес не зависел от бесконечных проверок пожарников, Роспотребнадзора и прочее. Мы убедились, что в нашем случае выгоднее строить, чем арендовать. Вы удивитесь, но рентабельность в нашем пансионате составляет 50%. А инвестиции окупаются уже на шестой год с начала инвестирования. Я вам покажу, где мой золотой ключик и даже приглашу присоединиться к моему бизнесу. Главная это команда. Я юрист и в состоянии учесть все нормативные акты при строительстве. Мой муж Виктор, строитель, его фирму строит качественно и экономно. Примерно 70-80% пансионатов в арендованных зданиях официально не имеют права готовить. У нас же есть своя кухня. Также у нас есть просторные помещения для общения и занятий, большая крытая терраса и безопасная территория для прогулок в плохую и хорошую погоду. А это комфорт, безопасность и здоровье. Ирина врач высшей категории, и она точно знает, как правильно кормить, ухаживать и чем занять наших постояльцев. Каждый день у нас проходят занятия или концерты, а по выходным приезжают родственники. Владимир – сооснователь пансионата и занимается его развитием. Таким образом мы получили качество лучше, чем в пансионатах класса комфорт плюс, но по цене пансионатов комфорт. А наша рентабельность составляет 50%, а не 15-20%, если платить аренду и покупать готовую еду. Довольны ли наши постояльцы? Уверена, что да. 85% живут у нас постоянно, а 15% – это тоже наши постоянные клиенты, которые живут у нас по 2-3 месяца, потом уезжают домой, чтобы немного подкопить, и снова возвращаются к нам, и так несколько раз в год. Теперь посмотрим на рынок подобных социальных услуг. В России он составляет более 380 миллиардов рублей в год. 640 тысяч пенсионеров нуждаются в уходе. Из них 270 тысяч находятся в частных или государственных домах престарелых. 370 тысячам нужен уход, а это 222 миллиарда рублей. Мы надеемся занять 1% этого рынка к 2035 году сетью из 40 пансионатов. К 2035 году выручка сети составит 2 миллиарда рублей, а чистая прибыль – 1 миллиард рублей. Платежеспособность спроса есть. В России 10 миллионов людей с зарплатой свыше 75 тысяч рублей в месяц. Сейчас мы представляем пилотный проект сети из пяти пансионатов, рассчитанный на 100 человек каждый. Инвестиции в проект составят 330 миллионов рублей, по 65 миллионов на каждый из пяти пансионатов. Выручка сети на шестой год с начала инвестирования составит 315 миллионов рублей, а чистая прибыль – 140 миллионов. Государством будет сэкономлено 360 миллионов рублей ежегодно, а инвестор при этом будет зарабатывать. 500 бабушек и дедушек будут вкусно накормлены и ухожены, а их родственники смогут спокойно работать и учиться. Присоединяйтесь к моему бизнесу с золотым ключиком. Спасибо. Мария, спасибо. По-моему, очень понятная презентация, важный проект. Сейчас мы можем задать вопросы, если у вас они есть. Я думаю, что очевидно интересный проект. Пожалуйста, Мария. Ну вот да, я хотела спросить, если очень быстро так вышли на самоокупаемость, сейчас просто стоит вопрос масштабирования, то вот в процессе прохождения акселератора навстречу импакт-инвестициям, то есть что вы делали, что вы дорабатывали? Вроде выглядит так, что просто у вас все было готово и, как сказать, что-то же происходило эти месяцы. Участие в проекте навстречу импакт-инвестициям, естественно, помог мне в упаковке этого продукта для будущего инвестора. Спасибо. Я правильно понимаю, что у вас есть один построенный дом престарелых, такой пилотный? Да, мы опробировали нашу модель. У нас пансионат рассчитан на 48 человек, находится в Ленинградской области. Можно несколько ключевых цифр у вас спросить, которые любой инвестор вас будет спрашивать? Первый вопрос – это ваш текущий пилот, какая заполняемость? 48 мест, а сколько заполнено из них, этих 48? Могу сказать, на протяжении последних полутора лет пансионат был заполнен практически на 95-100%, то есть у нас стояла очередь, у нас не было мест. Единственное, сейчас он заполнен на 80% в связи с определенными ограничениями касательно пандемии. Следующий вопрос – сколько вам стоит один клиент, вот в этой очереди, один платящий клиент? То есть как вы его добываете, откуда вы, как вы их привлекаете? Вы знаете, на протяжении последнего года мы не потратили ни копейки на рекламу. Все, что касается того, что было раньше при открытии, да, мы тратили какие-то финансовые средства на контекстную рекламу и так далее. Я понимаю прекрасно, что при развитии сети, да, это потребует вложений, но на протяжении последнего года мы ничего не тратили, это работало исключительно сарафанное радио. И какой капекс, то есть сколько вам нужно потратить, чтобы один вот такой характерный на 50 человек, сколько времени и денег занимает такой юнит построить? Значит, мы рассчитывали, что мы построим такое здание, во-первых, у нас проект рассчитан, каждый пансионат на 100 человек, да, порядка полутора лет, не более. А денег сколько стоит? Пансионат на 100 человек рассчитан на 65 миллионов. 65 миллионов один пансионат? Да. Понятно. Свой пансионат мы строили один год, один месяц. Ой, вот один такой прямо очень достойный. А можно еще спросить, есть некая в России культура, при которой вот отдать родителей в дом престарелых, это считается, ну вот какая-то штука такая. Вот ты незаботливый сын, да, или дочь. Вот это вот хороший вопрос, да. Если ты своих родителей престарелых отдаешь в дом престарелых. Ну, так исторически сложилось, это есть, да. Можете как-то прокомментировать? В России на самом деле культура отдавать престарелых, отдавать пожилых людей в дом престарелых, конечно, нет. Можно бороться только исключительно, предоставляя качественные услуги. У нас получается. Александр. У меня есть комментарий, не вопрос. То есть кажется, что проект совсем не венчурный, кажется, что он очень хорошо масштабируется в франшизную или какую-то околофраншизную историю, когда, ну, например, собственник здания или участка дает его вам и там получает какую-то часть прибыли с дом престарелых. Но вот венчурного инвестора, который в это вкладывает, я не очень вижу. То есть довольно большие капексы, довольно малый по венчурным понятиям ваш план, но план, скорее всего, не выполнится, то есть в жизни будет еще меньше. А, ну, вот такой комментарий. Окей. Это нормальный классический бизнес. Да, модель, скорее, здесь видели для инвестора, когда он заходит в классическую какую-то историю и в долгую с ней живет, получает свои дивиденды, в общем, на хорошую. Вся прелесть и вот этого подхода импакт инвестиций стоит в том, что люди склонны как бы не гнаться за большими возвратами на инвестиции, если они инвестируют в какое-то прекрасное дело. Да, вот это и есть. Я, кстати, я не соглашусь, что это не венчурный проект. Да, он не технологичный, да, но не все же бизнесы должны быть, там, типа, мобильные приложения и так далее. Да, это такой абсолютно понятный, приземленный бизнес из, как говорят на английском, brick and mortar, да, там, из кирпича и цемента. Но он абсолютно масштабируемый, прибыльный и интересный. Ну, коллеги, давайте тогда посмотрим следующий пример. У нас есть еще один бизнес, посвященный пожилому сегменту. Он называется Older. Это сервис романтических знакомств для старших горожан. Его представляет Екатерина Курашева и Татьяна Дроздова. Внимание на экран. Люди часто говорят, дети — наше будущее. Но на самом деле наше будущее — это старость. Всем добрый день. Меня зовут Катя Курашева, и я всегда боялась что-то не успеть из-за возраста. Ведь возраст — это про ограничение свободы. Кажется, в старшем возрасте я не смогу завести романы или создать семью, если захочется. В общем, в обществе норма воспринимать старший возраст как время упадка. Но мы хотим перепридумать образ любви и личного счастья старших, чтобы вместо исключения счастье стало новой нормой. И это не просто слова. Наша команда YoungCold уже пять лет меняет представление о старшем возрасте в России и делает разработки для лучшей жизни старших. Мы создали уникальное онлайн-сообщество на 40 тысяч человек. А на наш образовательный фестиваль в офлайне приходит 13 тысяч участников. Наша команда — это я, Таня Дроздова, ЯПродакт. И я лидировала разработку образовательной платформы специальной для сегмента 50+, для Сбербанка. Катя Курашева — наш бездев, и она запускала текст-стартап с инвестициями 350 миллионов рублей. Лена Смирнова отвечает в нашей команде за маркетинг. Она экс-директор по маркетингу холдинга Look at Media. Во время пандемии мы начали исследовать то, как общаются и знакомятся люди старшего возраста. И мы обнаружили неожиданно настоящую и широко распространенную боль у нашей аудитории. Это поиск романтического партнера. И эту боль не закрывают ни сексуализированные приложения типа Тинтера, ни сайты знакомств. Пользователи говорят, что знакомиться в интернете — это как спускаться в Клоак. Проблема касается огромного числа людей. Треть россиян 50+, не имеют партнеров. Мы будем решать эту проблему, создавая сервис для поиска романтического партнера среди ровесников 50+. Олдер. Мы делаем эту среду безопасной, уважительной и простой. Олдер будет деликатно помогать пользователям сблизиться и в наилучший момент встретиться оффлайн. В России сейчас нет ни одного похожего продукта для старших. Наш импакт — это новые возможности для счастья в личной жизни в старшем возрасте. Объем рынка дейтинга в мире — 12 миллиардов долларов. На старших приходится чуть больше 1 миллиарда долларов. А русскоговорящие из них дают почти 20 миллионов долларов. Только за последний год использование Тинтера в сегменте старше 50 выросло на 70%. Сейчас мы оцениваем сегмент русскоговорящих людей старше 50 в активном диджитал-поиске, как в 18 миллионов человек. И каждый год эта цифра будет расти минимум на 15% в год. Наша B2C-модель — это freemium. Бесплатные основные функции и платная подписка. Мы ожидаем 100 тысяч пользователей к 2022 году. Из них 11 тысяч пользователей, которые будут использовать платные функции каждый месяц. Месячный FI — порядка 500 рублей за подписку. Таким образом, выручку составит 120 миллионов рублей в 2022 году. Мы также планируем работать по B2B-модели. У нас уже есть первый корпоративный партнер — компания Beeline, которая купила интеграцию в сервис в 2020 году и планирует продлить сотрудничество еще на три года с растущим чеком. Наш план — 5-7 годовых контрактов с корпоративными партнерами, что составит годовой оборот порядка 30 миллионов рублей. Используя обе модели B2B и B2C, мы достигнем точки безубыточности при достижении показателей в 50 тысяч пользователей и 5,5 тысяч платных подписчиков в месяц. И у нас уже есть первые пользователи из числа нашего сообщества. А теперь конкретика. Релиз бета-версии Older состоится в марте 2021 года. Все это мы реализуем собственными силами и на свои средства. На текущей стадии ангельских инвестиций мы ожидаем вложения в размере 15 миллионов рублей за долю от 4 до 7%. Это 9 месяцев работы нашей продуктовой команды и маркетинга. Про Older уже пишут ведомости, популярные телеграм-каналы про бизнес. Общий пиар-охват — 2 миллиона человек. Я всегда верила в то, что разработки сервисов для старших — это настоящий голубой океан, которым мало кто занимается, но тем привлекательнее он для бизнеса. Доля старших в обществе растет, как и проникновение интернета в сегменте. Секс, новая работа, активная социальная жизнь перестают быть тем, чего не может быть в старшем возрасте. Older — это часть большого глобального тренда в России и за рубежом. Мы приглашаем инвестора поймать этот тренд вместе с нами. Спасибо. Спасибо. Спасибо, коллеги. Действительно, проект замечательный. За последний год во время акселератора просто колоссальный насольный прорыв, и ведомости, и вилайн, и все. Ну, пожалуйста, вопросы. Александр. А в мире есть какой-то аналог вашего приложения? Я отвечу на этот вопрос. Был такой аналог «Люмен», который принадлежит одному из инвесторов, Андрею Андрееву, основателю «Баду». Но «Люмен» закрыли в этом году, его передали во владение сестринской команде. Это команда «Бамбл». Не смогли купить маркетинг. Но он работал только на территории УК. Если мир пустой, то зачем вы запускаетесь на русском языке в России, а не на английском языке в Штатах, ну, в каком-нибудь другом большом рынке? Мир не пустой. На самом деле, есть достаточно много сервисов в Америке, которые работают с сегментом старшего возраста в вопросе онлайн-дейтинга. И в США вообще эта история очень хорошо развита. То есть около 20% людей старшего возраста знакомятся именно через онлайн-приложение для знакомств. В России эта сфера совершенно пустует, и на данный момент на рынке совершенно нет игроков, которые предлагают специализированные решения для знакомств старшего возраста. Мы хотим ее занять, потому что мы видим в этом тренд. Рынок растущий, то есть он растет минимум на 10% в год. Он достаточно большой. То есть у вас есть чем выходить за пределы России? Есть чем. Это часть нашей стратегии, но мы хотим сначала в России сделать хороший кейс. То есть мы будем брать не только Россию, мы будем брать сразу русскоязычную диаспору по всему миру, что составляет достаточно большой сегмент, порядка 80 миллионов человек. И дальше будем двигаться уже по венчурной схеме сначала в Америку и потом в Европу. В Америке есть место или нет места? Есть место. Америка – это очень большой рынок. Они занимают 40% от текущего мира дейтинга. Это огромный рынок платежеспособный. Там есть место. Там есть приложения типа Silver, Singles, Match. И там еще несколько, порядка трех игроков. Но они достаточно маленькие. А почему на большом рынке вот в этой нише американские аналоги маленькие? И при помощи чего вы, кроме русского языка, будете с ними бороться за пределами России? Мы считаем, Таня, может, ты ответишь? У нас хорошая практика в России с точки зрения продуктового проектирования для старших, работы с комьюнити. Так у вас же сейчас еще нет метрик. Вы только в марте запускаетесь, если я правильно понимаю. Наш бэкграунд, Таня, расскажет. Понял. Да, мы уже пять лет, собственно, занимаемся разработкой сервисов и комьюнити-менеджментом специально для людей старшего возраста. Это образовательные платформы, это и офлайн-фестивали, и события, и онлайн-сообщества, в котором сейчас 40 тысяч участников, даже уже больше. И я бы сказала, что у нас есть следующие пользовательские преимущества. Это, во-первых, пристальное внимание к безопасности, и, во-вторых, это качество мэчей, которое мы будем обеспечивать. У меня такой неожиданный вопрос. Вы инвестору предлагаете всего 4-7%. То есть вы считаете, что вот все, что вы сделали, стоит 95%. При том, что не запущено пока приложение, и, как сказать, ну, метрик нет. Почему? Можно я отвечу на этот вопрос, если Таня не возражает? Позиция очень простая. Компанию драйвят фаундеры, и мы видим, что здесь будет минимум 4 раунда инвестиций, включая текущий. Мы не хотим потерять контроль над компанией, и мы уже действительно на бета-версию смогли найти деньги за счет собственных вложений и за счет вложений компании Beeline. Поэтому ясно, что текущий раунд инвестиций не последний, и мы не хотим сейчас размываться больше, чем на 4-7%, потому что если мы сейчас просто посмотрели каптейбл, и мы, если сейчас продадим больше процентов, то потом станет вопрос, что нам условно нужно там еще больше денег, а та оценка, по которой мы можем сейчас получить эти деньги, получится, что мы должны отдать полностью контроль. Поэтому, мне кажется, это понятная позиция. Очень понятная позиция с точки зрения фаундера, но я могу сказать, что с точки зрения инвестора есть другая позиция. То есть вот эта позиция говорит о том, что есть достаточно высокая оценка для русского проекта на очень ранней стадии. И чтобы заработать любимым винчурным инвесторам XE, нужно понимать, откуда они возьмутся, из какого выхода. На русском рынке выход точно не возьмется, приносящий серьезный ретон инвестмент. Рассуждать про западные рынки, про штатовские рынки, пока, ну, в общем, совершенно ни с чем, к сожалению. То есть вот здесь вот есть некое противоречие между трудом и капиталом. Я его вижу, детектирую. И это надо будет как-то решить. Да, Александр, спасибо. Мне кажется, очень хороший получился, на самом деле, конфликтный немножко диалог по поводу оценки. Мне кажется, оценка вообще важная вещь, и мы ее, может быть, потом коснемся в обсуждениях. Давайте перейдем к следующей презентации. Я хочу показать Илью Попова. У него прекрасный и интересный проект GoodSurfing. проект посвящен путешествиям со смыслом и волонтерскому путешествию. Путешествию, Илья, расскажите нам поводробнее о вашем проекте. Добрый вечер. Меня зовут Илья Попов. Я помогаю людям примерить на себе другую жизнь без каких-либо последствий и совершать при этом полезные и добрые поступки. Современный туризм стремительно меняется. Не только из-за пандемии. Туристы вместо того, чтобы лежать на пляже, стараются глубже проникнуть в местную культуру, жить с местными, обедать в местах, где обедают местные. В путешествиях стали ценным уникальный опыт, делать что-то непривычное и при этом учиться новому. Все это возможно реализовать в рамках волонтуризма. Особого вида путешествий со смыслом, когда люди ездят по всему миру не просто как туристы, а как волонтеры и взамен на свою помощь живут в разных местах. Можно поехать в национальные парки и заповедники, археологические экспедиции и фермы, глэмпинги, различные некоммерческие организации или спасать яйца черепах на Галапоготских островах. Люди в таких путешествиях определяются, что им нужно и важно в жизни и вместе с тем помогают местному сообществу. Рынок волонтерского туризма испытывает характерные проблемы роста. Тяжело найти хорошие предложения, отсутствует какая-либо системность и цифровизация процессов. Решением служит специальный онлайн-сервис поиска проектов по базе, проверка всех предложений, выбор путешествий с возможностью вставлять отзывы, а для управления всеми заявками и волонтерами есть специальная CRM-система. Поэтому несколько лет назад мы создали GoodSurfing – онлайн-сервис, который соединяет волонтеров-путешественников с хозяевами, которые готовы их принять по всему миру. Сервис работает по принципу маркетплейса, где организаторы размещают объявления о приеме и путешественники подают заявку на участие. Сейчас мы – полноценно функционирующий онлайн-сервис, на котором зарегистрировано более 30 тысяч пользователей и размещены проекты из 97 стран мира. Также мы и собственная медиа, имеющая охват больше 200 тысяч людей в месяц. Сервис существует по системе подписки в рамках время модели, при которой путешественники бесплатно имеют ограниченный функционал в сервисе и оплачивают ежегодно членство и верификацию, чтобы пользоваться ими полноценно. Стоимость подписки для путешественника составляет от 15 до 50 долларов в зависимости от пакета. Организаторы также пользуются платными функциями на дополнительные продвижения своего проекта и набор участников. Мы уже проделали большой путь, провели исследования рынка и кастоммер-девелопмент, выстроили сообщество пользователей, запустили и обкатали первую версию сервиса, которая работает уже два года. На существующем рынке сейчас очень много места для масштабирования. По оценкам экспертов, объем рынка волонтерского туризма составляет 22 миллиарда долларов и растет в среднем на 12% в год. Время модель, большой выбор различных управлений, внутренняя CRM-система и лидерство на рынке СНГ позволяют нам отстроиться от конкурентов. Большинство из них специализируется только на нескольких видах проектов и ограничено своей географией. Окупить инвестиции и выйти на стабильную растущую прибыль мы планируем через полтора года. За первые три года мы сможем выйти на чистую прибыль в несколько сот тысяч долларов. Через пять лет количество платящих клиентов в сервисе станет больше 50 тысяч в год. И общий оборот компании превысит 2 миллиона долларов. Ежегодное наращивание прибыли и высокая рентабельность позволяют нам добиться тот факт, что привлеченный пользователь остается подписчиком сервиса в среднем от трех до пяти лет. Таким образом, это позволяет нам постоянно наращивать клиентскую базу, не увеличивая кратно расходы на ее расширение. И сейчас среди наших пользователей 10% иностранцев. В следующем году мы планируем активно заняться продвижением за рубеж и привлекать новых пользователей, усовершенствовать систему и внедрить новые функции. А для этого мы привлекаем инвестиции. В базовом варианте мы привлекаем 200 тысяч долларов за 18%. Мы уверены, что добьемся поставленных целей, так как за пару лет развития компаний смогли собрать крепкую команду. Я сам сооснователь и выступаю в качестве директора. Наргиза Туганова, сооснователь с британским образованием, отвечающий за международное развитие. Роман Волков, наш технический директор. Ксения Гущина, наш главный редактор. У нас собственное маркетинговое агентство. И нам активно помогают команды с более чем 40 волонтеров. Путешествия и новые впечатления давно уже стали одной из главных ценностей в наше время. А импакт путешествий, в которых люди делают что-то полезное и способствуют развитию местного сообщества, совсем скоро станут основным трендом в тревел-сегменте. Мы разбираемся в этом рынке и уже достигли ощутимых результатов. Давайте работать вместе. Спасибо, Илья, большое. Ну, мне кажется, все в этом проекте есть. Вот тебе и глобализм, и приложения, и ребят вроде все понимают, и цели хорошие. Даже в путешествия вас пригласили. Ну, хорош, можно? Да, нужно. А какой эффект пандемия глобальная оказала на ваши метрики? Честно скажу, да, закрытие границ, конечно, как в любом-то проекте, работающий в рамках туристических отраслей, вызывало определенные сложности. Понятно, что в этом году мы сконцентрировались на России, прежде всего. У нас за несколько месяцев мы активно успели нарастить то, что мы по поездкам, которые у нас были ежегодные. Но в любом случае, пандемия, она как раз приводит к тому, не только что люди начнут искать более экономные путешествия, например, как волонтерские, так и к тому, что пандемия показала важность участия в процессах, и, соответственно, влияние импакта в волонтерских путешествиях будет еще больше. Но, конечно, что открытие границ способствует развитию проекта в любом случае. А расскажите, а что у вас есть сейчас? То есть, что вы уже делаете уже? Сейчас у нас есть онлайн-сервис, вот, goodsurfing.org, его можно зайти, посмотреть, вы можете выбрать, там, посмотреть направление, даже все работает, все можете откликнуться, поехать, куда хотите. Вот, у нас есть команда, у нас есть, собственно, онлайн-журнал, посвященный волонтерству, у нас есть комьюнити в социальных сетях, только ВКонтакте у нас там больше, там, 80 с лишним тысяч человек, которые активно являются членами нашего сообщества и ездят, путешествуют. У нас есть договоры, контракты с ведущими организациями, понятно, что мы работаем уже, там, под заказ на русское графическое общество, на Доброльцев ООН мы работали, работаем с альянсами европейскими, то есть у нас налажены контакты, и есть готовые проекты. Ну, то есть, в принципе, все готово, по России мы уверены вообще хорошо. А можете немножко циферок добавить? То есть, вот есть вот все прекрасные слова, о которых говорите, контакты, контракты и так далее, а это сколько пользователей, сколько выручки, что-то, какие-то цифры? Да, сейчас у нас на сайте 30 тысяч зарегистрированных пользователей, посещаемый сайт, это примерно 40-60 тысяч уникальных пользователей в месяц, то есть, практически все регистрируются. Из выручки в этом году у нас, конечно, она меньше, чем была в предыдущем, чем мы планировали, но это в районе около 100 тысяч долларов, так скажем. — Прям хороший твой вариант. Можно, как мы с тобой хотели, сломавку попасть. — Хороший. — Уже едем, уже едем. — Ну, интересно, чем надо. — Очень хорошая. — Как это вопрос был? — Спасибо большое, Илья. Давайте надо двигаться дальше. — Будем... — Да, следующий проект у нас интересный. Он идет в рамках такой social bonds. Это новая в нашем государстве, я бы сказал так, форма инвестиций, когда инвесторы инвестируют в проект социальным значением, достигает результатов, и если результаты достигнуты, государство ему возмещает инвестицию и доход. Вот у нас партнером по этому проекту будет ВПРФ, и вот проект «Независимость». Елена Панферова представляет проект про, скажи нет, разным гадким зависимостям, типа наркомании, алкоголизма, научить детей, подростков говорить нет, вот таким сложным вызовам, которые, к сожалению, присутствуют в нашей жизни. Лена, вам слово, пожалуйста, расскажите про ваш проект. — Спасибо. — Здравствуйте. Я начну с вопроса. Вы умеете говорить нет? Вы бывали в ситуации, когда... Или с чем-то только потому, что предложил значимый человек, или вокруг были журналисты, и все, внимание было припомлено к вам. А ваш ребенок? Его с детства учат слушать старших, подчиняться, хотеть быть хорошим в глазах окружающих. Он умеет говорить нет? В России 6 миллионов наркоманов, и 4-8 миллиона из них моложе 30 лет. Наш проект учит детей говорить нет. Меня зовут Елена Панферова с проектом «Независимость», который учит детей осознанно отказываться от опасных экспериментов с сигаретами, алкоголем и наркотиками. Как вы думаете, когда это происходит? Средний возраст начала употребления наркотиков в России приходится на 13 лет. Задача нашего проекта – перенести возраст употребления как можно дальше. Потому что, согласно исследованиям, чем позже дети пробуют эти вещества, тем меньше риск получить зависимость, заболеть или умереть до 35 лет. Мы работаем с детьми 13-18 лет, и в России их в 2020 году около 9 миллионов. Государство вкладывает в профилактику серьезные бюджеты. 1 миллиард рублей только на профилактику наркотизации. На что их тратить? Вот тут начинается конкурс художественной самодетельности. Блокады «Скажи нет наркотикам», народные песни хора бабушек для подростков, бездрав создал сайт, посвященный профилактике, который предлагает нам спросить у ребенка, что он знает о наркотиках, а потом простым языком рассказать ему, чем опасны современные наркотики. Вот вы можете объяснить своему ребенку, чем опасны современные наркотики, например, мефедроны? А вот так это делаем мы. Мы немножко с вами поговорим. Вот, отлично. Итак, смотрите, на самом деле пенопласт не растворился, как вы там предположили. Внутри пенопласта находится воздух. Как поменять ее? Определенное количество. Пенопласт это то, что делается. Никотик. Чем является никотик? Что такое, что нужно вывезти? Как только еще. Нам не нужно загонять детей насильно, они сами к нам приходят. И наша программа состоит из двух частей. Первая отвечает на вопрос, что происходит. И мы наглядно показываем детям, как именно влиянные вещества влияют на организм человека, чтобы ребенок нашел собственные аргументы отказа от первого употребления. Мы специально провели исследование и с помощью специалистов Московского государственного психолого-педагогического университета измерили эффективность этой уникальной методики. Более 90% детей изменили отношение к употреблению наркотиков, алкоголя и табачных изделий. Около 27% участников, ссылаясь на нашу программу, отказались от первого употребления. За 4 года эта программа прошла более 25 тысяч человек. И вот несколько отзывов, ребят. Это очень увлекательно, и я приняла для себя, что этим я заниматься никогда не буду. Вторая часть отвечает на часто задаваемые детьми вопросы и что делать. На вторую часть мы отбираем детей из тех, кто прошел первую часть и входит в группу риска. Например, родители у них пьющие, либо наркоман, либо общая неблагополучная семейная ситуация. И здесь уже мы учим детей навыкам отказа, критического мышления, техникум эмоциональной саморегуляции, учим оказывать сопротивление давлению группы. Программа основана на зарубежных аналогах и 40 часов занятий дают 70% результат. Проект рассчитан на три года. С 2021 по 2023 год. Для реализации необходимы 35 миллионов рублей, которые пойдут на ремонт двух помещений, для работы с подростками оснащение методической базы, обучение педагогов и зарплату сотрудников. За три года программ пройдут 3600 детей из группы риска. Измеряемый ожидаемый эффект 70%. Экономический эффект для государства составит 172 миллиона рублей. Мы уже получили подтверждение от оператора программы СИБА, Государственной корпорации развития ВПРФ, что наш проект потенциально подходит под условия данной программы. Нам важно найти инвестора. На уровне региона наш проект признан как проект, дающий устойчивый социальный эффект. И наша команда. Наша команда – это практикующие психологи, врачи, социологи, бракетологи. Все они отличные специалисты и прошли обучение по работе с подростками. Главный критерий при отборе в нашу команду – это профессионализм и отсутствие вредных привычек. Поэтому дети нам верят. Поверьте в нас и вы. Давайте менять мир вместе. Спасибо большое, Лена, за такую прекрасную презентацию. Как вам проект? У меня такой комментарий, не вопрос. В общем, я хочу сказать, что с точки зрения психологии это абсолютно правильно. Потому что то, что делало общество раньше – это давление на подростка пытались противопоставить давление. Типа это плохо, это не надо, фу. Но это не работает. Действительно нужно объяснить. Во-первых, действительно увлекательно, так чтобы интересно было вот эта химия, сливать препараты. А второе, действительно на ребенка будет давление группы. То есть ему нужно поставить вот этот навык противостоять, особенно в подростковой среде. То есть как это вот… Ты что, боишься? А тебе что, как слабо? Вот этому всему надо уметь противопоставить что-то. И то, что вы обучаете, а не просто говорите, ты должен сказать нет. Вот это прям вот правильный подход. Спасибо. У меня тоже есть и комментарии, и два вопроса. Комментарии действительно проект замечательный. То есть детей надо объяснять, как говорить нет. Вопрос первый состоит. На эти деньги, которые вы просите, ну как бы предполагаете инвестировать в проект, не проще ли записать там, не знаю, 20 часов увлекательного видео и выложить в YouTube? Да, чтобы не одна Пензенская область, а вообще, так сказать, весь мир, да еще на английский, на испанский перевести. Вот это первый вопрос. А второй вопрос, он такой, вот при всей симпатии к тому, что вы делаете, а что здесь для инвестора-то? Вот вы говорите, мы что-то сделаем, у нас есть заявка, нам, возможно, государство отдаст в виде веб-инноваций, там, вернет какие-то деньги, а, так сказать, а если не вернет, а если заявка не пройдет, и сколько отдадите, так сказать, и чего, да, с этим всем делать. На первый вопрос, на самом деле, это тоже как вариант работы по первой части, что мы сейчас тоже работаем с онлайн, и планируем и записывать, и записывать тоже технологии работы по эмоциональной саморегуляции, но на самом деле, с трудными подростками, именно с этой категории, мы не можем исключить формат очной работы, как раз в небольших группах и личных консультаций, потому что это уже дети из группы риска, с которыми надо вот уже работать один на один, и это, к сожалению, вот никак не исключить. По второму вопросу, ну как, программа пилотная, на самом деле, и, в общем, государство, оно имеет намерение вкладываться в такие проекты и поддерживать их, и там оговоренная прибыль должна быть от государства, ну и, в общем, ну что вам сказать по поводу пилотной программы, мы надеемся, что все, что они обещают, что все это вот реализуемо. Мы со своей стороны, как исполнители, готовы показывать эти социальные эффекты, и три года уже работаем над этим, поэтому вот со своей стороны. Здесь как раз проходит граница между импакт-инвестициями и просто импакт-проектами. Да, потому что здесь, конечно, импакт-инвестиций нет, давайте честно скажем. А мы его так и заявили. Да, здесь есть... Благотворительность. Благотворительность, социальное воздействие, здесь нужны гранты, государственные деньги, еще что-то. Смотрите, это не благотворительность по одной простой причине. Этот проект, почему DCIB появилась в целом? Государство и в целом в мире идет к одной модели. Государство должно перестать само реализовывать социальные функции. Государство может заказывать социальные функции с таким организациям, как у Елены. Потому что люди сами решили этим заниматься. Прекрасно это делают. Делают это современно. То есть это, конечно, новация. И мы, так как мы эту программу делаем, смотрим на разные формы, и мы не хотели обходить этот DCIB той же стороной. И вот нашли этот проект, который Елена прекрасно представляет. Попробуем сделать так. Мы будем помогать в любом случае этому инвестору в переговорах с вебом, потому что это как бы сложно. И будем пытаться, чтобы это сформировалось. Потому что это получится здесь. Это, конечно, открывает новую, достаточно хорошую такую страничку для других инвесторов. Окей. Поэтому спасибо большое. Мы идем дальше. Сейчас я хочу представить Надежду Самойлову программы «Светлый город». Это коррекционные детские сады. Надежда, вам слово. Здравствуйте. Меня зовут Надежда Самойлова. Я основатель и генеральный директор садиков для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Светлый город». Это единственная в России сеть частных садов, которые профессионально и системно работают для того, чтобы помочь детям с тяжелой инвалидностью учиться и общаться вместе с обычными детьми. И теперь расскажу, почему это важно. В России 11 миллионов дошкольников. 675 тысяч из них имеют ограниченные возможности здоровья. А 226 тысяч – инвалидность. И, наверное, вы думаете, что все эти дети где-то учатся, кто-то ими занимается. Нет. 6 из 10 таких детей не учатся. Таким детям трудно находиться в группе. Они переживают сами, мешают другим детям, не слушаются. Но после обучения в специальном детском саду такие дети могут учиться с обычными детьми в инклюзивном детском садике. И «Мой светлый город» это как раз такой специальный сад. Мы принимаем детей с тяжелыми нарушениями, которых никто не может принять. И 10 месяцев работаем по индивидуальным программам. Но работа ведется в группах. И в результате к концу этих 10 месяцев 93% наших воспитанников уже готовы к тому, чтобы учиться в обычных детских садах или в инклюзивных, а они туда действительно поступают. Я занялась этим не потому, что хотела найти нишу на рынке, а потому что сама со своей дочкой столкнулась с такой ситуацией. Но сейчас я расскажу вам не про нее, а про Егора. У него ДЦП. Он не может ходить, говорить. Он даже слышит только в слуховых аппаратах. И общается с нами при помощи клавиатуры. Как-то на занятиях с нашим психологом он придумал героя Цукацека. История про него росла, и когда Егору было всего 6 лет, он издал настоящую книгу со своей сказкой. А мы организовали ее презентацию в музее Анны Ахматовой. Каждый ребенок, я уверена, имеет то, чем он ценен для мира. И каждый имеет право на настоящее, счастливое, полноценное детство. А на этом графике видно, как меняется уровень развития наших детей всего за один год. Конечно, все эти чудеса и возможности для детей были бы невозможны без команды. У нас большой коллектив, это все опытные люди с большим стажем и хорошим образованием. И с сильной внутренней мотивацией помочь особым детям и что-то сделать с этой проблемой. Перейдем к рынку. Как я уже сказала, количество особенных детей огромное. Емкость рынка дошкольного коррекционного образования оценивается в 160 миллиардов рублей. 37% занято государственными и частными детскими садами, а остальные 100 миллиардов свободны. То есть огромное количество детей просто не может никуда поступить. Такой объем рынка позволит нам в течение 10 лет открыть 140 садов. И они будут востребованы. Наша доля составит 1%, выручка 1,4 миллиарда рублей в год. Конечно, этот рынок имеет свои ограничения, но и свои возможности. Первое. Трудно найти педагогов. Но мы разработали специальный курс для их подготовки. Второе. Мнение, что у родителей нет денег на специальный сад. Но на самом деле родители детей-инвалидов каждый месяц получают пособия и пенсии. И, например, в Петербурге их размер 35 тысяч в месяц, конечно. И последнее. Некоторые родители считают, что раз у них ребенок-инвалид, им все должны предоставлять бесплатно. 10 лет назад это было действительно так. Но сейчас все больше родителей начинают понимать, что будущее их детей зависит от качества того образования, которое они получат сейчас. И эти люди готовы платить за качественные услуги для своих детей. Нашими конкурентами являются государственные детские сады, няни и частные центры развития. Больше двух филиалов ни у кого нет, поэтому здесь рынок достаточно свободен. Нас на этом фоне выделяют то, что мы работаем одновременно и с социализацией детей, и с их интеллектуальным развитием. И принимаем даже тяжелых детей, от которых все отказываются. Кроме того, держим достаточно низкий уровень цен. Говоря про бизнес-модель и как раз про цены, в год один садик нашей сети продает 550 абонементов. При среднем чеке 18-300, объем выручки составляет 10 миллионов в год. Рентабельность 15%. Садик выходит на безубыточность через год после открытия. В следующем году мы планируем открыть в Санкт-Петербурге и Ленинградской области еще 5 детских садов в нашей сети. Их выручка годовая суммарная будет составлять 50 миллионов рублей. Рентабельность 15%. Для этого мы привлекаем 15 миллионов рублей. Открытие каждого садика обходится в 3 миллиона. Эти деньги пойдут на подготовку и оснащение помещений, зарплату и продажи. По сути Светлый город это ступенька, которая позволяет детям с тяжелыми нарушениями перейти с домашнего обучения, с нахождения в четырех стенах круглые сутки к обучению вместе с обычными детьми в инклюзивных детских садах. И создав сеть детских центров Светлый город мы дадим возможность очень большому количеству детей, которые сейчас просто заперты дома, поступить в школы и получить шанс на нормальную жизнь. А государству это будет ежегодно экономить 9,5 миллиардов рублей, потому что эти дети будут учиться не в изолированных специальных школах, а в инклюзивных, в обычных школах. Спасибо. На этом я заканчиваю свою презентацию. Я надеюсь, что вам она отозвалась и возможно среди вас есть тот, кто захочет войти в мой бизнес. Спасибо, Надежда. Мы послушали презентацию Надежды по коррекционным детским садам. Пожалуйста, вопросы. Вопрос простой. А почему такая сеть не построилась раньше? Конкуренты есть? Вы говорите, максимальное количество точек конкурентов 2. 2 юнита. Почему они больше? Нет амбиций ни у кого? Почему? Да, тут нужно сразу и бизнес-подход, и внутренняя мотивация, потому что это на самом деле опасный бизнес. Опасный в том плане, что я как директор отвечаю за все происшествия, которые могут произойти. Либо ты, ну, я уже 7 лет практически работаю в этом, и я уже изучила все, все подводные камни знаю, я готова. Но чаще всего это люди, инициативные люди, которые для своего ребенка создают и вокруг этого, ну, и находятся в этой ситуации. Им достаточно одного центра, то есть создают не как бизнес. Но просто никто не подозревает, что здесь есть какой-то бизнес-потенциал. А как видите, он есть. А скажите, а вот этот следующий этап, в котором вы готовите инклюзивные сады, они существуют? Это не они. Их достаточно? Да, они есть, их недостаточно. Но первое, по закону сейчас все детские сады и все школы инклюзивные. То есть по выбору родителей они могут обратиться в любой детский сад или школу государственную, его обязаны там принять. Вопрос в том, готов ли родитель пробивать эту ситуацию, ну, иногда достаточно сложно. Но вот мне со своим средним сыном это удалось. Поэтому почему нет? И кроме того, создаются частные детские садики, и следующий проект как раз про это. Спасибо. Спасибо, коллеги. Спасибо за вопрос. Мне кажется, это очень интересно. И вот это как раз пример, немножко отвечает на ваши вопросы. Мне кажется, это пример перехода от благотворительности к бизнесу. И во многом это зависит от того, что кто стоит во главе. И есть люди, которые горят сердцем, но не имеют предпринимательского такого навыка, а есть люди, которые совмещают эти два навыка. И когда эти навыки совмещаются, в принципе, все шансы, чтобы сделать благотворительный чистый проект еще и деловым, и тем самым его масштабировать, чтобы он стал системным. Вот они присутствуют именно в этом проекте. Коллеги, спасибо, Надежда. Мы переходим к следующему проекту. Следующий проект Светланы Васильевой. Называется «Наследники». Это инклюзивные детские сады. В принципе, он нашу тему развивает. Светлана, прошу вас, начинайте. Свой проект я начала в 2011 году, открыв группу по уходу и присмотру за детьми. Как-то ко мне привели девочку Леру с синдромом Дауна. У нее отсутствовала речь, отсутствовали навыки по самообслуживанию. И мне пришлось с моим высшим педагогическим образованием заново учиться и искать новые методики работы с особыми ребятишками. Так я впервые познакомилась с инклюзией. Сейчас у Леры все замечательно. Она ходит в обычную школу, посещает также музыкальную школу. В России катастрофа с детскими садами. Сейчас более двух миллионов детей стоят в очереди. Это значит, что мамы и бабушки сидят дома, а дети не получают образования. А в наше время ребят надо готовить быть конкурентоспособными в новом мире. И лучше всего с этим справляется инклюзивное образование. Когда программа воспитания и обучения подстраивается под каждого ребенка. Поэтому в каждой группе у нас есть обычные дети и есть дети с ограниченными возможностями по здоровью. Мы предлагаем комплексное сопровождение особого малыша от раннего возраста до подросткового возраста. Почему же родители обычных детей не пугают соседства с проблемными, как может показаться, особыми ребятишками? Потому что современные родители, они понимают, что дети, которые посещают инклюзивный детский сад, они открыты к многообразию мира. Условия инклюзии это индивидуальный подход и корректировка программы под каждого ребенка. Естественно, конечный результат будет зависеть от способностей малыша. Один станет в будущем знаменитым ученым, а другой может стать курьером, и это для него будет личным достижением. Самое главное, он не станет инвалидом. В 2014 году я открыла полноценный лицензированный детский сад. В работе мы использовали лучшие методики как России, так и Финляндии, и результаты не заставили себя ждать. Мой детский сад вошел в топ 100 лучших детских садов России. Наша методика инклюзивного образования была признана лучшей в Сибирском федеральном округе. В этом году нас даже номинировали на премию «Лучшее предприятие России». Уже со второго года работы стал сад наш прибыльным и теперь приносит стабильный доход с рентабельностью 20% в год. Этот коммерческий результат стал возможен благодаря моей команде. У нас в штате работает 23 человека, 16 педагогов с большим опытом. Я являюсь учредителем и директором, у меня высшее экономическое и педагогическое образование. В этом году мы открыли Центр раннего развития детей и во время пандемии запустили онлайн занятия с детьми-инвалидами и считаем, что мы готовы к масштабированию. Мы работаем на рынке дошкольного образования. Весь рынок составляет 500 миллиардов рублей, но надо учесть, что более 2 миллионов детей стоят в очереди и этот потенциально свободный голубой океан можно оценить в 200 миллиардов рублей. Чтобы закрыть эту потребность, надо открыть 25 тысяч детских садов. Осваивать этот океан рынка мешает ограничение. Это недостаток преподавателей опытных и мнение, что родители не могут оплачивать частный детский сад. Для нас это открывает новые возможности. В нашем саду проходят практику студенты педагогического института и я отбираю в дальнейшем себе лучших. Мы уже сейчас подготовили 5 управляющих для филиалов новой сети. Ну и главное, мы провели исследование и они показывают, что 25% родителей могут и готовы платить за частный сад. Мы считаем, что в состоянии к 2030 году за несколько этапов создать сети с 90 садов. Конечно, у нас есть конкуренты, но рынок настолько велик, что добротно созданный бизнес, устранивший ограничения, он обречен на успех. К 2030 году выручка сети будет более 1 миллиарда рублей с рентабельностью 20%, доля рынка 0,5. На первом этапе мы планируем открыть три сада в Иркутске, один сад в Новосибирске и один в Новороссийске, упаковать франшизу и организовать работу управляющей компанией. На втором этапе мы откроем еще 84 детских сада. Сейчас мы ищем инвестиции на запуск пяти филиалов, это 20 миллионов рублей. К первому году доход составит 60 миллионов рублей с рентабельностью 20%. На запуск одного сада требуется 4 миллиона рублей на аренду, оборудование и зарплату сотрудников в первый год. Мы приглашаем открывать и развивать вместе сеть инклюзивных садов наследники. От запуска сети выиграют все. Во-первых, это более пяти тысяч детей получат качественную подготовку к школе. Государство сэкономит на выплатах более 100 миллионов рублей ежегодно, потому что инклюзивное образование, оно спасет порядка 800 детей от инвалидности, ну и, конечно же, инвестор, выгодно вложившийся в прибыльный бизнес. Буду рада возможности все подробно рассказать при личной встрече. Спасибо. Спасибо, Светлана. Очень понятная и интересная презентация, хорошо продолжает предыдущую тему. Коллеги, вопросы? А скажите, ну то есть вы хотите, чтобы в ваших садиках учились и дети с специальными потребностями и обычные. А в чем ваше преимущество для обычных детей? То есть как вы убеждаете родителей, что нужно отдать детей именно в ваш сад, а не в какой-то другой, которых, в принципе, много разных частных детских садов? Спасибо за вопрос. Вы знаете, очень интересно, но именно родители нормотипичных детей к нам стоят в очереди. В связи с тем, что я уже сказала, что родители, современные родители, они понимают, что мир многообразен, разнообразен, буквально через 10 лет он изменится. Мы, конечно же, проводим и на родительских собраниях, объясняем какие-то моменты, если они существуют, у родителей такой вопрос. Но в целом нормотипичные ребятишки, они в инклюзивной группе становятся более самостоятельными, более ответственными, более как бы сочувствующими. и родителям это очень отзывается, и поэтому они идут к нам в сад. А какая у вас сейчас примерно пропорция между детьми особенными и обычными? И кого из них проще привлекать на практике? У нас группа состоит примерно количество, вернее, детей в группе 16 человек. Из них у нас около 4-5 ребятишек идут с особенностями здоровья, то есть речевые, допустим, нарушения какие-то поведенческие. И один тяжелый ребенок, который либо с тьютером находится в группе, либо он проходит, у нас еще есть центр обилитации, это некая такая ступенька подготовки в группе, где с ним изначально работают узкие специалисты, у нас есть зал по сенсорной интеграции, который нивелирует какие-то поведенческие трудности у ребенка. И после этого, например, прошло у него занятие по сенсорной интеграции, затем он пришел в группу с тьютером и так далее. То есть есть тяжелые ребятишки. И получается в такой пропорции один со сложным диагнозом, со статусом инвалид, который впоследствии родители могут снять когда ребенку исполнится 18 лет. И есть дети с небольшими нарушениями в развитии, 4-5 ребятишек. Общее количество 16. Можно вопрос? Если я правильно понял, вы собираетесь развиваться по схеме франшизы, открывать много партнерских точек. А какую ценность вы будете предоставлять, ваша управляющая компания будет предоставлять франчайзи для того, чтобы вам хотелось платить какие-то ройалтии? Вот вы их всему обучили, они всему научились, говорят, спасибо, мы вешаем другую вывеску и поехали дальше. У нас работает методист, который отвечает, у нас есть методист, есть менеджер по стратегическому развитию, кадровик, юрист, который отслеживает новые изменения в образовании. Мы планируем, что для нашего франчайзи это будет в режиме онлайн-поддержки, например, если юридическая поддержка, то мы отслеживаем новые введения какие-то и даем рекомендации. Если это в части методической, то мы помогаем составлять индивидуальные маршруты для ребенка, планируем его образовательную программу, проводим онлайн-консультации и к тому же обеспечиваем весь методический образовательный аппарат-комплекс, то есть ну и уже доступ вот к этим материалам, мы как раз над этим сейчас работаем. Вот подумайте над этим, это вот не так просто, поверьте мне. Спасибо большое, Светлана, мне кажется, очень правильный комментарий, да, при, казалось бы, простой модели, модель много в себе таит сложности, и ценность должна быть очевидной. Окей, спасибо большое, мы переходим к следующей презентации, Елена Иванова. Елена, прошу вас, рассказывайте. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Елена Иванова, и я являюсь основателем и руководителем детских языковых центров полиглотики. В России существует большая проблема с преподаванием иностранных языков, в результате чего всего 5% взрослых могут изъясняться на иностранном языке. При этом по опросам более 60% родителей убеждены в том, что иностранные языки необходимо изучать с детства. Ведь все же понимают, что в глобальном мире без иностранных языков не обойтись. С 2010 года я со своей командой решаю эту проблему. Мы создали самую крупную в России франчайзинговую сеть детских языковых центров для детей от 1 года до 12 лет. Сейчас у нас 130 филиалов в 5 странах. Оборот сети за 2019 год составил более 1 миллиарда рублей. Мы входим в списки самых выгодных франшиз по версии Forbes и РБК. Наш успех кроется в трех вещах. В первую очередь это более 70 авторских уникальных программ, которые точно нацелены на узкую возрастную группу детей от 1 года до 12 лет. Второе это онлайн-комплекс тренажеров, игр, видеоконтента, гиммификации. Также мы делаем мобильные приложения. И третий элемент это сильная IT-поддержка как бизнес-процессов, так и процесса обучения детей. Конечно же, наш успех это заслуга команды, ключевой состав которой не меняется с 2010 года. У нас очень хорошая комбинация сотрудников с IT-бэкграундом и методистов-преподавателей. Мы добились больших успехов на рынке очного обучения и уверены, что у франшизы все эти полиглотики будут продаваться долгие годы. Сейчас мы выходим на рынок онлайн-образования и готовы повторить свой успех. У нас уже запущена онлайн-платформа, часть курсов переведены в онлайн и запустились первые продажи. Я говорю по-английски! I speak English! Я говорю по-невецки! Is bg-deutsch! Я говорю по-французски! I'm a bar your français! Я говорю на китайском! Я говорю по-французски! Я говорю по-французски! Сочетать это нелегко Сколько знаю я языков У меня нет проблем никаких с языковыми барьерами Можно Францию покорять Уже был в США раз пять Пока все обещали вокруг Они просто брали и делали Хорошо, что сюда попал Эти методы просто вау! В полиглоте, как заговорил, сразу я с чьей-то лёгкой руки. Они в уши влетают, как песни, и это с самого раннего детства всё. У меня они идут, по соседству живут иностранные разные языки. Итак, в 2023 году рынок онлайн-образования составит 90 миллиардов рублей. И 50% от него составляет детский сегмент, в котором мы работаем. На рынке детского образования в 2023 году мы планируем занять долю в 1%, что составит 500 миллионов рублей в год. Существует множество ограничений для выхода на рынок онлайн-образования. Первое – это технологии и методики, на выработку и разработку которых уходят годы. Мы этот путь уже прошли с 2010 года. Второе – это нехватка опытных педагогов, которые умеют и любят работать с детьми. А в нашей сети их уже более тысячи. И третье – для экономии очень часто преподаватели заменяют видеоуроками, что резко снижает качество обучения. Мы же умеем комбинировать видеоуроки и онлайн-преподаватели в реальном времени, чтобы добиваться качества и держать конкурентную цену. Наши онлайн-конкуренты либо проигрывают в цене, либо пытаются охватить всех от мала до велика. Мы единственные на рынке, кто специализируется на работе с детьми от одного года. И это позволило нам стать лидерами в оффлайн-образовании и обеспечить успех в онлайн-проекте. Перейдем к бизнес-модели. В 2023 году мы планируем иметь 170 тысяч клиентов со средним чеком 3000 рублей. Это даст нам выручку 500 миллионов рублей и прибыль составит 200 миллионов рублей. С начала 2020 года мы уже идем по пути вывода на рынок онлайн-продукта от сети полиглотики. Мы знаем, что для этого нам нужно 50 миллионов рублей, которые мы потратим на разработку платформы, на запуск видеоуроков, на доработку программ для аренды офиса, студии, закупки оборудования и, конечно же, для продвижения нового продукта. Если мы будем самостоятельно развиваться, вкладывая в год 10-15 миллионов рублей, которые мы можем получить от продаж франшизы и роялти, то на полную мощь мы выйдем к 2025 году. А с инвестором мы достигнем этих показателей уже в 2023 году. Поэтому я предлагаю вам присоединиться к современному, прибыльному бизнесу онлайн-образованию вместе с нами, с крупнейшей в России сетью детских языковых центров полиглотики. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Елена. Прекрасная презентация. Коллеги, вопросы? У меня есть вопрос. А как сейчас чувствует себя ваш оффлайн-бизнес в связи с пандемией? Мы, как профессионалы, работающие в сфере образования, просто обязаны были трансформироваться, приспособиться к изменяющимся условиям. И когда мы вынуждены были закрыть наше оффлайн-направление, мы перешли работать в онлайн, обучили наших франчайзер, региональных партнеров. И успешно работаем и в онлайне тоже. Понятно. Есть еще вопросы? К масштабному бизнесу? Вопрос простой. А есть ли у вас шансы выйти за пределы России? Да, конечно же, у нас есть такие шансы, есть такие амбиции, но мы хотели бы сначала закрепиться на российском рынке, в своем сегменте, в своей достаточно узкой нише, в узкой возрастной категории, и потом в дальнейшем выходить уже на зарубежные рынки. Хотя сейчас у нас уже начались первые продажи, и есть продажи в том числе и из-за рубежа. Окей. Ну, хороший бизнес, хорошо, что вы берете не только традиционный английский, но и другие европейские языки, китайский. Надеюсь, еще расширите линейку. В общем, можно пообщаться потом отдельно. Хорошо. Коллеги, спасибо большое. Елена, спасибо большое за презентацию. Питчинги закончились. В принципе, мне кажется, все мне было даже опять интересно. Хотя я это как бы все раньше слышал и видел. Вот, сейчас тогда мы с вами минутку обсудим это все, и потом будем голосовать. Вот здесь мы. А я пока займусь коллегами в онлайне. Коллеги, у нас еще онлайн-инвесторы. Мы начнем с Юлии Жигулиной, исполнительный директор фонда «Наше будущее». Юлия, добрый день. Поделитесь вашим мнением, как вам проекты, что-то выбрали для себя, понравилось? Да, я могу сказать, что все проекты мне понравились. Я все проекты выбрала для фонда «Наше будущее», в плане того, что они все достойны прийти к нам и получить финансирование в виде безоцентных займов, либо обсуждать вопросы, связанные с импакт инвестированием, социально преобразующим инвестированием в эти проекты. То есть все проекты подобраны замечательно. Я нашла много положительного. Те вопросы, которые звучали сегодня от экспертов, которые задавали вопросы по поводу устойчивости финансовой модели, меня очень удручало то, что в основном звучали вопросы про прибыль, про доходность, про возможность масштабировать. Но никто из присутствующих импакт-инвесторов, на мой взгляд, не задал вопрос о том социальном воздействии, которые ожидаются от этих проектов. Ведь само слово импакт, оно в себе закладывает какие-то системные долговременные изменения и, соответственно, изменение качества жизни людей, которые представляются решения, представленные тем или иным проектом. Все проекты, которые предоставили свои проекты, они замечательно их проработали. Спасибо, мне кажется, вы лучший фонд, если вы всех отметили и всех готовы в той или иной форме поддерживать. Я прямо влюблен в ваш фонд. Спасибо огромное, что такой фонд есть. Я думаю, инвесторы не задавали вопросы по социальному значению, потому что, а, презентации были настолько понятными и социальное значение настолько очевидное, что больше нас интересовали вопросы именно устойчивости развития экономического этих инициатив прекрасных. И, если честно, то мы, как партнеры этой программы, в себе такую роль и ставили. Мы хотим, чтобы помимо яркого и четкого социального эффекта мы были устойчивы экономически. Окей, спасибо вам большое. Да, дальше я хочу передать слово Юрию Войцеховский. Юрий – представитель благотворительного фонда «Усадьба Хмелевская», член Совета директоров Тринфика, банкир с большим стажем, работал в ИБРД в Лондоне 10 лет. Юрий, что вы скажете про проекты, про наше направление, про импакт-инвестиции? Да, Илья, добрый день, коллеги. Во-первых, спасибо, что пригласили. Очень интересная инициатива, замечательные проекты все, и хочется всем пожелать и развития, и успешного привлечения инвестиций. Ну, вообще, импакт-инвестиции – это такое новое направление, но благотворительность, конечно, это не новая вещь. Я сам много этими вопросами занимаюсь. Вот, в частности, Тринфика, просто, может быть, коллегам будет интересно узнать. У нас раньше не было такого направления, но сейчас у нас где-то год назад на 25% в акционеры вошла крупная немецкая инвестиционная компания «Кагал». И они, в том числе, как бы, являются такими, скажем, инициаторами, чтобы компания Тринфика, куда я вхожу в Совет директоров, стала более активно думать вообще на тему, что компания делает в области благотворительности и импакт-инвестиций. Мы пока еще не создали фонд, еще идет внутренняя дискуссия, как это будет все формироваться. Мы и Илью тоже, как эксперты, приглашали на одну из таких дискуссий внутренних. Но просто хотел обозначить, что появляются новые игроки на рынке, которые раньше об этом не думали. И, конечно, это некий тренд. И, конечно, инвестиции в эту область и будут расти. Спасибо за такой хороший инсайт по поводу международного опыта. И я надеюсь, мы чуть дальше, наверное, я об этом скажу. Мы очень хотим видеть, чтобы больше венчурных фондов фондов или фондов прямых инвестиций выделяли у себя направление социального импакта как отдельный пул для инвестирования. И, может быть, компания Тринфика тоже стоит об этом подумать и выделить себе такое направление. И мы могли бы наши проекты, в том числе, и вам показывать. Сегодняшняя дискуссия очень полезна, для того, чтобы я внутри коллегам всем рассказал. Супер. Спасибо огромное. Спасибо за участие. Надеюсь, что было интересно и ждем ваших оценок. Я хотел бы со следующим инвестором поговорить. Сергей Ореханов у нас на связи, директор ассоциации участников инновационного и венчурного финансирования. Сергей, слышно меня? Да, да, да. Добрый день. Добрый день, Сергей. Расскажите ваши впечатления. Я хочу продолжить предыдущего спикера. Мы вчера провели международную конференцию, посвященную устойчивому финансированию и импакт-инвестициям. В частности, компания Тринфика тоже там выступала. И там были цифры, которые показывали успешность вообще импакт-инвестиций в проекты. И сейчас я убедился не просто на цифрах, а о том, что действительно проекты самые разные. Есть и венчурные чистые, есть и совсем не венчурные. Есть вообще, которые к импакт-социальным трудно даже причислить. Есть 100% социальные. Но все проекты интересные. И со своей стороны, что я мог бы тут принять какое участие. Мы регулярно, вот в этом году, 24-го будет, и потом каждый месяц, в течение всего месяца отбираем проекты и делаем пич-сессии как раз проектов не венчурных в основном. Потому что у нас сегодня инвесторы, ну, венчурные, конечно. Поэтому мы с удовольствием будем приглашать, давать возможность проектам выступать, будем помогать, готовиться. Ну, я имею в виду с точки зрения презентации и так далее. Конкретно 24-го, если захотят, у нас два проекта. Это вот проект, который был у нас с домами для престарелых, и проект, который был у нас, вот второй проект с детскими дошкольными заведениями. 24-го мы можем представить их нашим инвесторам. А вообще, опять же, вот продолжая предыдущего спикера, я словил себя на мысли в том, что если бы был создан фонд определенный, который бы инвестировал в такие проекты, не венчурные, но вот такие проекты, которые были, то я думаю, даже вот кто мы здесь сидим, у нас здесь на всех присутствующих там 4 или 5 клубов инвесторов. Да мы бы сказали у себя, и туда бы инвесторы вошли, понимаете? Там и дело хорошее делаешь, и деньги зарабатываешь нормальные. Поэтому тут вопрос, кто, а тем более РБК еще поддерживает, это вообще не вопрос. Мы бы сейчас просто сидели, не проекты смотрели, а деньги бы распределяли с вами, понимаете? Поэтому вопрос тут, вот кто возьмется вот в управление такое фонда, какая-то управляющая компания или кто-то, но то, что он будет очень интересен, с учетом вот этой тенденции, о которой я говорю, вчера вот у нас выступали ребята там из Сингапура, из Казахстана и все, это очень сильный тренд, понимаете? Скоро еще гонятся будут компании за такими проектами, иначе там ряд инвесторов отвернутся, если у них в таких проектов не будет, значит, в фонде и так далее. Спасибо большое. Абсолютно подпишусь под каждым словом. Это ровно наша задача, как раз двигаться в сторону создания такого фонда, и качественная подготовка проектов тоже для нас была важна, потому что мы хотим, чтобы и проекты выглядели круто, и люди захотели доверить свои деньги, и свое управление, чтобы они понимали, подо что они дают. То есть не просто под идеи, не просто под красивые слова, а хорошие идеи, грамотно упакованные и в будущем хорошо реализованные. Я думаю, что вот компания Тринфика, ваша инициатива по поводу того, что давайте обращаться в эти клубы, показывая, что уже есть, мы попытаемся сорганизовать. Я думаю, это как раз следующий этап. У нас будет программа на следующий год. Я думаю, в рамках этой программы мы постараемся партнерство расширить и сразу приглашать вашу ассоциацию, другие ассоциации в партнерство, в наш акселератор, в нашу программу. И как следствие перейдем, конечно, к фонду. Фонд очень важен. Спасибо большое. Я передам слово еще одному нашему инвестору, Даниил Козлов. Даниил партнер и управляющий директора GVA, Global Venture Alliance. Даниил, как вам презентации, как вам питчинг, как вам вообще эта тема? Насколько я знаю, она вам близка. Да, Илья, спасибо. Тема действительно близка, более чем близка. Мы занимаемся осознанно импакт темы уже не один год в разных ее формах. В импакте очень сложно мерить возвратные инвестиции и еще сложнее мерить возвратный импакт. То есть, что реально, какой эффект достигается. Самый большой вопрос у меня к всем выступающим. Проекты хорошие, мне все понравились. Самый большой вопрос практически каждому с помощью был, а как мы будем мерить? А что мы будем мерить? И этого прозвучало очень мало. Может быть, у одного выступающего я слышал ответ на этот вопрос для себя. Поэтому надо, если вы импакт-стартап, заранее думать и показывать, в том числе этим инвесторам, чтобы их зацепить. Потому что прихожу я и говорю, хорошо, допустим, лично мне близок проект с изучением языков, образование, в котором мы много работаем по импакту. Я говорю, хорошо, давайте поговорим про то, что меняется в обществе, в его сознании, в его человеческом капитале, в его возможностях в результате этого проекта. Покажите мне цифры. Не просто, сколько детей вы обучили, а покажите мне, что это дало в итоге. Спасибо. Я согласен, что любой результат должен быть измерим. И, наверное, импакт тоже должен быть измерим. В принципе, мы говорили с проектами на этой теме. То, что это не прозвучало ярко, наверное, мы такой фидбэк точно дадим. Еще раз спасибо большое за обратную связь. Всего доброго. Спасибо за участие. Оставайтесь на линии. Коллеги, мы у нас есть с вами, наконец-то. Немножко времени для нас. Я прошу каждого одну-две минуты тоже поделиться мнением, что это понравилось. Вообще, в целом, про импакт инвестирования. Согласно выезднению ИЛОМ, что нужно выделять, не так много думать про АРР, а думать про какой-то смысл и какой-то баланс между смыслом и деньгами. Вот как это себе? Это вообще по-другому все должно быть? Или если мы венчурные, мы вот сюда не смотрим, а там какие-то другие люди должны появиться на горизонте? С вас начнем. Ну, мне кажется, здесь, как и часто в жизни, есть целый спектр, да, то есть жизни черно-белая, и мы видели, как проекты, которые абсолютно бизнесовые и в целом, ну, да, они делают полезные, хорошие вещи, но абсолютно здоровые, зрелые, бизнесовые проекты, в которых, в принципе, точно вызовут большой интерес у инвесторов. Были и проекты, которые выглядят, как, скорее, некоммерческие, да, но приносящие пользу, и были дальше вот те, которые посередине, поэтому, мне кажется, разные модели имеют право на жизнь, точно всем нужно общаться с инвесторами, потому что, ну, инвесторы тоже люди, они хотят и зарабатывать деньги, и хочется верить делать что-то хорошее для общества, и я думаю, ну, любой здравый, успешный проект, у которого есть во главе сильный руководитель, лидер, который знает то, что он делает, и готов идти к результату, он найдет и своего инвестора, и свою реализацию. Совершенно точно есть некий класс, ну, людей, я бы не назвал их в этой роли инвесторами, но которые хотят вкладывать деньги в проекты, которые приносят пользу, и не очень думают о возврате, эрарах и так далее. То есть, я бы не говорил, что они инвесторы в этот момент, они в этот момент благотворители. Но они себя как-то идентифицировали, Александр, и хочу понять, они себя-то считают вообще инвесторами, или вообще они, как они, кто это люди? Это среди инвесторов есть такой пласт людей? Можно я вам расскажу? Смотрите, дело в том, что у меня есть личный опыт, я просто входил в одну из международных франшиз с импакт-инвесторов, да, я как бы пригласили, я приехал в Умстердам, по-моему, меня встретили, сказали, ой, приехал русский, и наконец-то мы видим русского импакт-инвестора. Значит, до этого был только один Вожданян. Значит, неплохая компания. И я более-менее понимаю, как это работает. Работает это следующим образом. То есть возникает, во-первых, должно быть комьюнити, то есть некий клуб, да, где собираются люди, которые, вот, каким-то образом им интересно поговорить о том, что они могут сделать при помощи своих денег. Они должны получить опыт, они должны получить какие-то идеи, какую-то специфическую образовалку, какие-то хорошие кейсы. Вот я там что-то, кто-то рассказывает. Я поехал в Африку, откопал там какую-то, значит, скважину, возникла вода в деревне, или я приехал в Шри-Ланку, построил госпиталь, который вот эту штуку решила, бизнес-модель такая-то. Значит, с чем они согласны смириться? С тем, что будет какая-то меньшая доходность на инвестиции, чем то, к чему они привыкли. Да, это нормально абсолютно. Но при этом они должны относиться к этому как к бизнесу. То есть это бизнес, это нормальная штука. И они должны не испытывать по этому поводу сомнений, что вот это правильная вещь. Да, если вот какой-то сертификат такой кошерности, да, он должен быть. Я видел, как это работает. Я вот с человеком сидел, а что ты здесь делаешь? Да ты кто такой вообще? Я управляющий family office. А что ты тут сюда пришел вообще? Ну, понимаешь, я вот сижу, управляю, у меня вот эта недвижимость, банды с плечами. Я вот, я получил хороший результат. И когда меня спросили, что, там, какой-то там, начальник, да, представитель семьи спросил, что я для тебя могу хорошего сделать? Он сказал, дай мне, позволь мне небольшую локацию выделить на импакт инвестиций. Вот я сижу, мне дали возможность. И вот чтобы я не выгорел, мне вот, скажем, я вот сижу вот здесь, управляю вот этими деньгами. Я видел человека, который сидел, слушал, вот, скажем, он послушал, что такое импакт инвестиций, там, скажем, какой-то. Он говорил, да, хорошо, ладно, я к тебе пришлю своего парня, так сказать, включи его, объясни ему, как это работает, значит, и вот пайплайн проектов мне запусти. Это еще работает как клуб. То есть это место, как бы, это еще раз, это место нетворка. Это место, где люди встречаются, где люди знакомятся, где люди... Там много чего еще есть, помимо... Это правда, да. Помимо импакта. Помимо импакта. Образующего, да. Значит, примерно так это работает. Окей. И, то есть, должен быть, говорит, сообщество людей, пайплайн проектов и какие-то вот такие, такие простые, скажем, комьюнити практики и комьюнити менеджер, который все это делает. Отлично. Вот примерно так это должно. Я бы сказал так, для этого должны быть старые деньги. Вот это очень важно. Да, да, хорошо. Потому что, вообще, эта история начинается, как я понял, для людей 100 миллионов плюс. Ну, уже там, 30 миллионов, знаешь, когда потратить, 30 миллионов на игрушки, там, еще чего-то, 30 миллионов на всякий случай. Вот начиная со 100 миллионов плюс, у людей что-то такое, так сказать, надо бы что-то такое поделать. Для души. Ну, где-то так, да. То есть, должно быть, вот должно быть 100 миллионов плюс и должно быть, вот этот уже опыт старых денег, их уже никто не отнимет. Они уже есть. Уже надо подумать, да, вот тебе такое счастье, подумать, что ты можешь еще сделать, да. Вот в России с этого мало, но со временем разойдет. Спокойно. Будет все, Марина. Вы у нас основной футуролог. Будет или нет, скажите мне. Будет. Все, спасибо большое. Но я хочу сказать, что проекты прекрасные, и во мне разрывается, как сказать, инвестиционная часть, и часть меня, как общественного деятеля, потому что мне очень нравятся некоторые проекты, я понимаю, что они не очень выдерживают вот эту венчурную критику, вот, но это будет развиваться. То есть, вот если я как футуролог, я ставлю на то, что будет. Я думаю, потому что вы как раз тот человек, о котором, говорит Сергей, Александр, говорили. Есть люди, которые, вот им важна эта составляющая в их каждодневной жизни по разным причинам, либо уже старые деньги, либо на следующий уровень сознания перешли. Можно еще одну мысль добавлю? Потому что, да. Импакт, инвестиции конкурирует с двумя вообще, вот с такими мощными конкурентами. Один мощный конкурент называется «Ничего не делаем». Это вот… Это конкурент вообще в нашей стране. Это вообще очень мощный, да. Это самая развитая индустрия. Но есть неочевидная конкурент, называется благотворительность. Потому что, ну, надо потратить деньги на что-то хорошее, ну, вот смс-ка, я потратил, все нормально. Это очевидный как раз конкурент. Ну, вот, скажем, вот импакт, инвестиции, нужно отстроиться как бы от благотворительности. Сказать, что, слушай, ты можешь делать большие серьезные вещи, при этом еще и зарабатывать. И важно, что системные вещи. Если ты перевел деньги, ты адресно помог, важно, и это отвечает условно за один там мозгу какой-то звоночек, что правильно сделал. А когда ты системно помогаешь организациям, которые берут и на непонятном поле меняют эту историю так, что она начинает работать по-другому, совсем другое качество. Но я бы еще добавила, что когда мы делаем благотворительность, мы просто отправляем куда-то деньги, там их кто-то менеджерит. А если мы делаем импакт-проект, то мы весь свой предпринимательский опыт, все свои навыки, все свое горение мы в него вкладываем. Мы получаем и к деньгам, и к социальному воздействию мы прикладываем свои качества. И это чуть ли не ключевая инвестиция, потому что мы помимо денег, конечно, сами еще это можем помогать делать. Это очень важно. Любовь. Коллеги, я, во-первых, хочу вас поблагодарить искренне за дискуссию. Я получила огромное удовольствие, потому что вот мои амбиции на сегодняшний день, они полностью удовлетворены. Как я и говорила, они у меня были не очень серьезные. Но мне приятно слышать, что вот то, о чем вы говорите, что от благотворительности нужно отстраиваться, это созвучно нам. Потому что благотворительность это благотворительность. Все-таки импакт инвестирования это инвестиция. И нам бы хотелось показать именно российскому рынку, что вот то, что мы сегодня попытались сделать, что, ребят, да, это и хорошо, но и зарабатывать тоже с этим можно. И тезис о том, на эту доходность и в коротком промежутке она не такая амбициозная, конечно, как у венчура, это однозначно. Но в долгосрочной перспективе она, скорее всего, отыграет это. Почему? Потому что вот у нас недавно, кстати, на платформе тоже, по-моему, в октябре месяце мы с коллегами из фонда на встречу переменам проводили дискуссию. У нас был коллега, тоже венчурный инвестор, хедж-фонд у него был итальянский, он очень известный на итальянском рынке. Он полностью оставил свой хедж-фонд и сейчас занимается то есть ты заработал много, правильно вы говорите, про старые деньги, там все уже с этим хорошо. Вы же про доллары имели в виду 100 миллионов, это не про рублей, конечно, простите уже за цинизм. Я ему задаю вопрос, я говорю, скажи, пожалуйста, что тебя, вот представь, ты заработал там огромный капитал, почему вдруг импакт? Он говорит, я очень прагматичный, посмотрите на поколение, которое появляется, оно все больше и больше будет тем потребителем, который будет покупать у тех компаний, которые в этом направлении смотрят. А это что, как не заработок? Это об этом. Вот он смотрит в эту сторону, он говорит, я совершенно прагматичный, он говорит, я просто сел в первый вагон поезда. Точка. Такие соображения тоже есть. Да. Он говорит, я просто сел в первый вагон поезда, поэтому я всех приглашаю в первый вагон поезда. Супер, спасибо. Я думаю, у нас еще будет немножко времени потом про поезда продолжить. Давайте сейчас посмотрим итоги голосования. Так, Федоровский пансионат, Светлый город, Светлый город, полиглотики, 6, Гудсерфинг, 4,8, Независимость, 2,25, Олда, 3,3, Эм, И медицинский проект, это как раз борьба с последствием. Так, это инвестиционный потенциал. Давайте, инвестиционный потенциал понятен. Давайте посмотрим вклад в решение социальных проблем и рейтинг. Так, здесь у нас что, проект Федоровский пансионат, 5, Светлый город, 6,9. Смотрите, Независимость, 6,65 по поводу решения, тоже очень очевидны, кстати, вещи. Вот Светлый город, кстати, хорошо, что, смотрите, 6,9, высокая оценка, потому что, конечно, Я считаю, проект очень крутой, потому что, фактически, он делает из тех людей, которые не стали бы полноценными гражданами, полноценных гражданами. совершенно по своему, вот, социальному эффекту. Там даже не в эффекте делают, то, что там очень трезвый фаундаж, вот этого дела. Он очень понимает, вот точно, это бизнес, это хорошо, я понимаю. Посмотрите, это очень интересный комментарий, Сергей, потому что, по очень, фактически, везде, на самом деле, в отобранных нами проектах, я уже вижу это сам, вот этот микс социального неравнодушия к проблеме и навыков, все-таки, предпринимательства, вот он присутствует. И, на самом деле, на мой взгляд, только именно это и делает это социальным предпринимательством, потому что, если бы вот второй, второго навыка бы не было, мы бы, скорее всего, все это назвали благотворительностью и увели бы в сторону благополучателей поиском меценатов и краудфандинга. Но, потому, но благодаря тому, что вот эти люди реализовались еще как и предприниматели, для меня, почему я кажется, это очень важно, потому что мы получим, скорее всего, масштабирование, мы получим там 10 детских садов, не один, два, вот то, о чем, по-моему, Надежда говорила, оболучим их много, и тогда проблема начнет решаться. Ну, я еще добавлю, у меня есть соображение, я, пускай, сам лично много занимался благотворительностью, я знаю, что благотворительностью проблемы не решаются. Вы понимаете, можно заткнуть какую-то дырку и временно, потому что это неустойчивая вещь. Сегодня ты нашел мецената, завтра его нету, да, у него там что-то изменилось, когда решается социальная проблема при помощи устойчивой бизнес-модели, вот тогда проблема может решиться. точно. Что вы думаете по поводу все-таки потенциала создания фонда, который будет инвестировать деньги именно вот в такого рода проекты? Сейчас такого, на мой взгляд, нет. Под нормального управляющего это можно найти? Это можно найти. Крылка, надо сходить спросить, да? Почему нет? Александр? Я думаю, что на коммерческом рынке нет. Нет, да? Ну, то есть, в России просто венчурных фондов-то очень мало, и они все целятся в международные проекты, то есть, внутри им рынка не хватает, то есть, мы их еще сильно ограничим вот такой, ну, не самой популярной, не самой большой отраслью, то оно не соберется. У меня есть гипотеза, что импакт-фонд легче фондра есть. Ну, вот по поводу импакт-фонда, я бы сказала, что импакт еще все же считают по-разному. Это же он основан на целях устойчивого развития, да, подсчет импакта. Вот у меня сейчас выйдет как раз статья про то, как считать импакт. Потому что нам нужно вот это понятие импакта тогда взять максимально широкое, и тогда больше шансов действительно такой фонд собрать. Любовь, что ты думаешь про фонд? Вот ты как организатор, ты как бы вдохновитель программы. Вот мы сделали эти проекты, дальше-то куда? Вот я бы здесь шла путем, как я уже люблю говорить неоднократно, эволюции, а не революции. Потому что, мне кажется, спрос и предложения как-то должны встретиться, да, может быть, стоит начинать с каких-то маленьких шагов и сделать там пробный, вот сейчас мы показали проекты, если сложится союз инвесторов и проекта, уже прекрасно, то есть частный капитал зайдет там как инвестиционный капитал в проекты, первый шажок. Второе, возможно, может быть, для темы управляющих компаний подумать пока не о фонде, а хотя бы о запифе, может быть, небольшом, да, но который будет собирать пул этих проектов и показывать какую-то устойчивую, нормальную модель развития, пусть там трех или пяти лет. И, возможно, около этого, когда мы поймем, что это рабочий инструмент, уже можно будет строить и фонд, потому что фонд, это все-таки инфраструктурное решение, это такими постепенными шагами двигаться. Это тоже не такая легкая история. Но его можно же аутсорсить, понимаете, Сергей, пришел в управляющую компанию, говорит, ребят, чуть-чуть вы как бы поддержите нас там в качестве запиф, а мы вам проекты принесем, то есть там синергию можно поискать, тогда как фонд венчурный делать сразу же уже как-то или прямых инвестиций. Спасибо, Любовь. Коллеги, я, к сожалению, должен уже всех поблагодарить. Отдельно хочу поблагодарить, конечно, Любовь, как идейного вдохновителя, государство думает об этих направлениях. Фонд компании Теледва и, конечно, РБК-конференции, потому что, коллеги, мне кажется, то, что мы говорим, это становится публичным. Тоже очень пропаганда здорового образа жизни, в том числе и в финансах. Это очень важная вещь, потому что когда об этом не говоришь, то люди не включают мозги. Они не начинают думать можем, не можем, они не смотрят на эти проекты, их даже не видят. Я хочу, и мы хотим, я так понимаю, что РБК тоже поддерживает, чтобы в адженду включили все-таки людей с деньгами, чтобы мы думали и об этом тоже. Поэтому я надеюсь, может быть, это станет даже какой-то системной историей. Мы, я не знаю, раз в квартал будем, раз в полгода будем собираться и такую дискуссию устраивать, потому что, если мы об этом говорим, то люди к нам присоединяются, спорят, находят какие-то решения. Спасибо еще раз, коллеги, вам огромное, что пришли, что все послушали, участвовали, поддерживаете это все. Спасибо нашим инвесторам онлайн и нашим гостям. Контакты все по QR-коду в конце для инвесторов. Вы всегда можете с нами связаться, они также есть в материалах, которые к вам по QR-коду шли. Там будут телефоны мои, будут телефоны Любови и нашей программы. Поэтому все организации и все инвестиционные проекты, которые вам интересны, мы вам все дадим, встречи организуем и поможем этому всему реализоваться. Еще раз спасибо огромное, всего доброго. Здравствуйте, я Нина Никифорова, эко-арт-художник с проектом «Искусство, очищающее душу и планету». Такое название проекту дали посетители моей галереи. Это просто какая-то благодать. Это что-то необыкновенное. Я под впечатлением буду еще долго. Ну, у меня аж прям мурашки по коже. Эти работы, они прям кричат людям. Люди, берегите свою планету. Человечество создает множество вещей, которые быстро устаревают. В виде отходов миллионами тонн обрушиваются на нашу землю и убивают ее. Работы я создаю из пластика, полиэтилена, бумаги, текстиля, чтобы привлечь внимание к экологическому бедствию. И если мне удается создавать дорогие произведения искусства из таких отходов, то наверняка должны появиться талантливые изобретатели, дающие таким отходам новую жизнь. Вот, например, картина «Мусор в золото». Она находится в Историко-этнографическом музее в Азербайджане. Дочь президента Азербайджана Лейла Алиева, она сама художник и эколог, особо отметила ее и назвала одной из лучших работ на Всемирном художественном фестивале в 2016 году. В центре картины расположены две пластиковые канистры. Они покрыты сусальным золотом. В работе я соединила несовместимые, контрастирующие по смыслу материалы специально, чтобы подчеркнуть ценность как золота, так и пластика. 14 лет назад я открыла свою галерею в Геленджике и назвала ее «Белая лошадь». В ней я представляю только свои работы. Я участвовала во многих российских и зарубежных выставках. Имею редкую французскую премию «Тер де фам». Мои произведения пополнили частные коллекции ценителей в России, Великобритании, США, Германии и других странах. Мои работы есть и в музеях. Я уверена, что мои картины инвестиционно привлекательны. И не сомневаюсь нисколько, что в будущем их стоимость многократно возрастет. Достаточно посмотреть, как стремительно меняется мир и понять, что очень скоро материальные произведения искусства, сделанные руками мастера, заменятся цифровыми. Материальный мир, увы, исчезает и становится роскошью. Поэтому я приглашаю к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях коллекционеров, меценатов, тех, кто разделяет мои ценности. Вместе мы сможем запустить в мир больше добра, больше гармонии и сформировать огромный отряд хранителей земли. Редактор субтитров А.Семкин